Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Биткоин продолжает падать на новостях из Китая, которые удивительным образом совпадают с образованием креста смерти на графике биткоина, о котором мы сегодня еще поговорим. Кроме запрета майнинга в некоторых провинциях Китая, и китайские банки ополчились на главную криптовалюту. Кстати, это видео с одной биткоин-фермы, которую отключают прямо на наших глазах. Третий по величине банк Китая подтвердил, что не позволит использовать свои сервисы для транзакций с биткоином или другими криптовалютами. Под удар, кстати говоря, попал не только биткоин, но и эфириум, майнинг которого тоже начинает преследоваться в Китае. Но даже эти события на самом деле, хоть и звучат страшно на краткосроке, на долгосрочной перспективе, по мнению некоторых экспертов, являются позитивными. Например, так это комментирует Майкл Сейлор, директор микростратегии. Доминирующим драйвером движения цены биткоина на данный момент является Китай, который с мая этого года начинает масштабное наступление на майнинг и торговлю биткоинами. Это привело к вынужденному исходу китайского капитала и майнинговых ферм из сети биткоина. Это трагедия для Китая, но выгода для остального мира в долгосрочной перспективе, пишет у себя Майкл Сейлор. Кстати, ребята, на моем втором канале есть большое длинное интервью Майкла Сейлора об экономике биткоине и принятии решений на этом рынке. Очень интересное интервью, я его специально для тебя перевел, ссылку на него оставлю в описании. Заходи и посмотри, думаю, тебе тоже будет интересно. Так является ли хорошим событием запрет майнинга биткоина в Китае? Напиши свое мнение в комментариях. Я все же склоняюсь, что это хорошее событие для биткоина. Но на краткосроке, понятное дело, очень-очень плохое. Особенно учитывая то, что сейчас на графике биткоина появился этот зловещий сигнал. Но прежде чем мы перейдем к анализу этого сигнала и к тому, что он в себе несет для биткоина, хочу показать тебе Николаса Каретера, который по полочкам разложил, почему действия Китая против биткоина на самом деле помогут криптовалюте. Срочное включение. Китай потенциально запретит майнинг биткоина. Что это значит? Сегодня вышел отчет, что Китай может стать агрессивнее в отношении майнеров. Это не сюрприз, это продолжение того, что уже было. Майнинг уже был запрещен в провинции Внутренняя Монголия. Это плохо или хорошо? Я на самом деле очень-очень рад, что это происходит. Прежде всего, это уменьшает возможности Китая влиять на биткоин. Ведь есть опасения, что Китай может использовать майнинговые мощности, чтобы провести атаку на сеть биткоина. Это не было стопроцентной вероятностью, но теперь, когда они начинают запрещать майнинг в своей стране, их шансы влиять на сеть биткоина все ниже. Во-вторых, это хорошо в плане углеродного следа, что оставляет биткоин. Как мы знаем, в Китае много угля, который частично использовался и для майнинга биткоина. Запрещая майнинг в регионах, где электричество обеспечивается углем, Китай уменьшает негативное влияние биткоина на окружающую среду. А это уже на руку развитию более чистым способом добычи биткоина. И это драматически улучшает экологическое дружелюбие сети биткоина. Так что запрет майнинга в Китае мы должны чуть ли не праздновать. Что же касается безопасности. Сделает ли это сеть биткоина менее защищенной? Не совсем. С таким хешрейтом сеть биткоина и так уже чрезмерно защищена. Даже если хешрейт упадет на 50-80%, сеть все еще будет защищенной. Худшее, что может произойти, если хешрейт обвалится из-за Китая, это замедление скорости сети на неделю-другую. Вот и все. Так что это хорошо с точки зрения влияния биткоина на климат. Это также уменьшает возможность Китая влиять на биткоин. И это толком не влияет на защищенность сети биткоина. Теперь я хочу перейти к графику биткоина. Где-то две недели назад я снимал видео, в котором говорил о потенциальном образовании креста смерти. Вот он и образовался. Что это значит? У меня есть более детальный ролик на эту тему. Я оставлю его в описании. Там все ответы на все вопросы. Сейчас же вкратце скажу, что в большинстве случаев в прошлом такие сигналы предшествовали крупным падениям биткоина. И соответственно всего крипторынка. Но не забываем о том, что иногда этот сигнал является ложным. Как отличить ложный или правдивый, рассказано в этом видео. Ссылка на него будет в описании. Но если этот сигнал является правдивым, коррекции после него достигали 50%. Представляешь, что будет, если биткоин сейчас упадет на 50%. Он будет стоить 16 350 долларов. Просто вдумайся в это. Думаю, очень много новичков уйдут с этого рынка как минимум до следующего роста, если это случится. Всегда, кстати говоря, удивляло это поведение. Давай посмотрим на примере прошлого цикла. Я здесь уже немножко побаловался до записи видео. Сейчас объясню, что я хотел тебе рассказать. Приблизительно вот здесь розничные инвесторы активно начали интересоваться биткоином. Когда он каждую неделю бил ценовые рекорды, новички начали активно покупать биткоин. Вот здесь. И когда биткоин упал с 20 тысяч до 5 тысяч долларов за несколько месяцев, эти же новички все продали, разочаровались, смирились с убытками, нашли виноватых и ушли. Как раз тогда, когда нужно было наоборот покупать. Покупать нужно на медвежьем рынке, продавать на бычьем. Короче говоря, почему-то люди делают все наоборот. Кстати, обрати свое внимание. В прошлом булране 50-дневная средняя скользящая служила чем-то вроде линии поддержки. Цена биткоина, корректируясь, направлялась постоянно к ней. В этом же растущем рынке, который мы переживали здесь, ни одна коррекция биткоина так и не достигла этой линии. Кроме вот этой последней. И поэтому еще месяца полтора назад мы говорили, что цена биткоина просто обязана откорректироваться до этой линии. Надеюсь, ты это помнишь. И вот она это и сделала. И уже 6 недель подряд отталкивается от нее. Пока цена биткоина находится выше этой скользящей, мы можем предполагать, что биткоин все еще находится в булране. Но что будет, если она опустится ниже? Роберт Киасаки говорит о потенциальном падении биткоина до 24 тысяч долларов. Вот что он написал у себя в твиттере. «Самый большой пузырь в мире становится все больше. Грядет крупнейшее падение в истории. Покупаю еще больше золота и серебра. Жду падения биткоина до 24 тысяч долларов». И самое важное он пишет в конце. «Падения являются лучшим временем для того, чтобы разбогатеть. Будьте внимательными». На самом деле странно, что он покупает больше серебра и золота, ожидая самого масштабного краха на рынке. Ведь будь уверен, самое большое падение в истории не обойдет стороной и золота, и серебро. Насчет того, что самые масштабные крахи на рынках являются хорошей возможностью для того, чтобы заработать, я полностью согласен. Далеко за примерами ходить не нужно. Достаточно найти коронавирусный мартовский обвал биткоина. В прошлом году, когда он упал с 11 тысяч долларов до 3. С тех пор он сделал уже 20 иксов на пике растущего рынка в 2021 году. В общем, Роберт Кийосаки, богатый папа, предупреждает о массивном падении всего и вся. Прямо так и пишет. «Самый большой крах в истории приближается». Очень оптимистичный прогноз. Куда более оптимистично настроен человек под никнеймом «План Б». Именно он и создал ту самую сток-то-флоу модель биткоина. Он пишет, что биткоин может достичь 450 тысяч долларов в этом году, а 135 тысяч долларов для главной криптовалюты в 2021 – это самый худший сценарий. Очень смелый прогноз. По его анализу, биткоин достигнет нового исторического хая уже в октябре этого года. Такие выводы «План Б» сделал, основываясь на собственной же модели сток-то-флоу рейшио для биткоина. Он прогнозирует вот такое движение цены биткоина после этого обвала. Кстати говоря, для понимания его прогноза, сейчас сток-то-флоу рейшио для биткоина выглядит вот так. А «План Б» прогнозирует после обвала продолжение роста. Еще раз сравни. Интересно, отыграет ли такой дерзкий прогноз для биткоина? Я бы хотел, чтобы он отыграл. К сожалению, я тебе, может быть, секрет открою, но никто точно ничего не знает. На краткосроке, как мы видим, мнения разнятся. Кто-то предполагает, что будет массивный обвал, а кто-то, наоборот, что будет рост. Но лично я не удивлюсь еще большему падению, учитывая новостной фон. Китай, технический анализ, тот самый крест смерти обычно трейдеры рассматривают в негативном ключе. Однако, чтобы ты не переживал, чтобы ты не паниковал, хочу показать тебе это видео с канала «Эпический экономист». Я недавно его посмотрел. Оно посвящено инфляции. В нем он рассказал о том, что инфляция становится безумной. Намного хуже, чем ты думаешь. Инфляция в Соединенных Штатах достигла 13-летнего пика, и потребители платят за это высокую цену. Понятное дело, это происходит не только в Штатах. Достаточно и у нас сравнить средний чек из супермаркета с разницей в полгода, чтобы заметить эту инфляцию. Цены для потребителей выросли на 5% в мае, и это самый быстрый рост цен с лета 2008 года. В 2008, напомню, был финансовый кризис. Например, ты мог купить полкилограмма яблок за 2 доллара и 19 центов, а сейчас за эту цену ты получаешь всего 2 яблока. Речь, конечно же, о Соединенных Штатах. Ну и у нас та же картина наблюдается. И разбавим это с шуткой, хотя, конечно, сейчас не до шуток, но тем не менее. Ситуация настолько смешная, что жители некоторых штатов придумали новый термин. Шрингфляция от слова «шринг» – «креветка», то есть цены на креветки взрываются». Посмотрев это видео полностью, я могу задать только один вопрос самому себе, да и тебе тоже. Какова альтернатива быстро теряющего покупательную способность фиата? Есть ли у нас способы переждать инфляционную бурю, которая оседает в твои накопления каждый день, которая делает тебя беднее? Я не знаю ничего, кроме биткоина, что можно назвать хеджем против инфляции. Как видишь, выбор крайне невелик. Либо мы соглашаемся с тем, что заработанное нами теряет в цене, и мы с каждым днем можем позволить себе все меньше, работая при этом на трех работах сразу, как раз таки за те самые обесценивающиеся бумажные деньги. Либо же мы рискуем в попытке избежать этого в биткоине или других криптовалютах, а может быть еще и активах. Роберт Кийосаки, несмотря на свой краткосрочный прогноз для биткоина о его падении до 24 тысяч долларов, до сих пор убежден, что биткоин – это самая большая возможность, что криптовалюта – это самый большой шанс, что первая криптовалюта – это средство против инфляции, точнее, защита от нее. Он также говорит о том, что у каждого из нас уже есть самый большой актив, который позволяет зарабатывать деньги, даже не имея начального капитала. Этот актив называется «Мозг». Об этом он рассказывает в видеоролике, который был опубликован на канале Finance Few. Я стал первым человеком, кто поставил сюда лайк. Так сказать, отметился до того, как этот ролик наберет 1 миллион просмотров. А вообще, как-то грустно, что всего 20 человек заметили это видео, хотя оно является достаточно важным. Но я исправлю это, и надеюсь, хотя бы 10 тысяч человек на моем канале это увидят. Поэтому держи перевод. Это – ваш самый большой актив, тот, что между левым и правым ухом. Мне не нужны деньги, чтобы делать деньги. Единственная причина, почему я владею золотом, серебром, биткоином и эфиром, заключается в том, что они для меня просто средства сбережения. Я просто не хочу больше никаких долларов Зимбабве, или учителей, которые учат работать за эти доллары. Я могу заработать больше денег без денег. Я не совсем сторонник золота или биткоина. Я скорее против ФРС, Минфина и всех их криминальных делишек. И когда ты видишь такие криминальные операции, то как можно не действовать? Именно поэтому ты покупаешь золото, серебро, биткоин и эфир. Я просто хочу соскочить сеглы этой капельницы, которая питает систему банков, начиная с учителей и заканчивая правительством и Уолл-стрит. Я не доверяю Центральным банкам. Я не верю Минфину, Уолл-стрит и остальным нашим спонсорам. Это то, что движет мной. Мне не нужны деньги. Если ты не знаешь, что такое деньги на самом деле, у тебя нет свободы. Вот почему в школе не учат финансовой грамотности, чтобы люди продолжали жить от зарплаты к зарплате. Я капиталист. Я предприниматель. Я не связываюсь с Уолл-стрит банками и я не коплю деньги. Вспомни, за что работают люди. За эту бумажку в 10 миллионов зимбабвийских долларов. И есть люди, которые лучше продолжат работать за этот кусок дерьма, чем за это. Каждый учитель сейчас будет работать за это. Именно этому они нас и учат. Работать за этот кусок дерьма. А вы должны работать за золото. И сегодня еще и за биткоин. Потому что биткоин децентрализован. А централизованное еще называют коммунизмом. Джен Йеллен из ФРС стала министром финансов США. Что означает, что ФРС фактически стала правой рукой Федерального банка. Каждый министр привязан к ФРС и получает от них руководство. Если ты не понимаешь, что это значит, тебя нагло разводят. Причем с помощью твоих же денег. Фальшивые деньги. Фальшивые учителя. Фальшивые активы. Целая система построена против тебя. И она начинается, когда ты говоришь своему ребенку. Иди в школу. Найди работу. Работай усердно. Копи деньги. Избавься от долгов. И инвестируй на длинную дистанцию фондовый рынок. Я называю это криминальной операцией. Я против Федерального резервного банка. Я против Минфина и Уолл-стрит. Я не собираюсь их как-то убирать. Я просто человек, воспитанный богатым папой. И главное правило богатого папы – богатые не работают за деньги. Если мы перейдем к цифровому доллару, еврокоину или цифро-юаню, то старая банковская система будет трансформирована. Это будет большой вызов. Все эти банки в принципе будут не нужны. Все идет к чистому марксизму. Валюта будет полностью контролируемая ФРС. Они будут знать все, что ты делаешь и покупаешь. Им больше не нужны будут банки. Когда будут цифровой доллар, евро и юань, денежные вливания в экономику станут прямыми, без необходимости наличия банков. Кроме этого, они будут иметь все возможности полностью следить за твоей жизнью. Куда и как ты тратишь свои деньги, какие твои интересы и так далее. Что это значит? Я смотрю в будущее. Это значит, что сейчас, в июне 2021, я накапливаю как можно больше золота, серебра и биткоина. Готовясь к тому дню, когда система перейдет на цифровой доллар. Тогда все деньги станут просто правительственными на 100%. Сейчас приходится доверять банкам, чтобы деньги переходили в экономику. Но механизм перехода требует таких предпринимателей, как я. Я капиталистов, которые могут взять деньги в долг. Потому что если я не возьму эти деньги в долг, они не будут существовать в реальной экономике. Это началось в 1971, когда Никсон отменил золотой стандарт и превратил деньги в долг. Я прихожу в банки, говорю, у меня есть такой-то проект, дайте мне денег на него. Именно так деньги попадают в реальную экономику. Когда будет запущен цифровой доллар, все это уже будет не нужно. Банки будут не нужны. Так что, если ты фанат биткоина, знай, впереди еще океан избытка. Еще так много денег, которые будут здесь сделаны. Но как капиталисту, мне не нужны эти деньги. Я просто храню эти деньги в биткоине, золоте, серебре и эфире. Потому что, а куда мне их еще девать? Куда? Но самые большие падения происходят тогда, когда запускается новая технология. Так было в нулевых и в 2008. В 2008 запуск этого цифрового доллара является ответом биткоину. И его запуск уничтожит банкиров старой системы. Но почему же то, что молодые люди сейчас упражняются в этой сфере, хорошо? Потому что у них будет опыт для движения вперед. Я начал баловаться с недвижимостью в 20 лет. Не очень удачно. Но сегодня у меня сотни миллионов долларов в недвижимости. Нужно просто начать. И всем молодым людям, которые сегодня начинают, я хочу сказать, ну и что если у вас не получится? Встаньте и попробуйте снова. Только так вы будете учиться. Согласен с этим полностью, никто не может научиться, если не будет совершать ошибок. Кроме того, весь этот монолог Роберта Киасаки сводится к тому, о чем я уже сказал. А какова альтернатива? Где еще мне хранить свои деньги, если не в биткоине? На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Богатей. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok